В первом матче 8 октября встретились команды Вабанки и Проджект Маркет. После неуверенной первой четверти Вабанк начал возвращаться в игру, достаточно неплохо проведя следующий игровой отрезок. Однако после большого перерыва баскетболисты Проджект Маркета утвердились в роли лидеров матча. Последняя четверть получилась равной по количеству набранных очков, но суперуверенный старт со стороны игроков Проджект Маркета не дал Вабанку победить в этой игре. Команда сейчас вроде набирает темп, достаточно все ребята физически более-менее нормально подошли к началу сезона, поэтому в принципе видно еще есть сила и побегать туда-сюда в отрывы, играем достаточно быстро, поэтому может быть и победили. В общем я думаю мы еще сыграемся, ну как бы объективно две сильные команды нам попалось, прошлое совсем чуть-чуть не хватило, но здесь как бы полкоманды это высший дивизион, ну как бы можно конечно находить постоянно причины какие-то, если что-то не получилось, но что-то у нас получалось как бы лучше, чем раньше, но еще конечно нам надо работать. Начало второго матча в четвертом дивизионе как бы намекало, что дикие кенгуру и орлы покажут очень крутое противостояние. Так и случилось, первая четверть завершил всего лишь плюс один в пользу Wild Kangaroos, но подопечные Антона Сакович увеличили свое преимущество во второй и третьих четвертях. Молодые чемоданы, которые недавно стали называться Eagles, примерили на себя роль догоняющих и полностью с ней справились. Wild Kangaroos одерживает победу в этом матче. Сразу же все хорошо шло, но вот что-то не пошел средний бросок, например у больших с под кольца не пошло, то есть мы чаще трехи попадали, чем из-под кольца забивали. Но слава богу в атаке вроде бы подбор был, поэтому часто свои ошибки исправляли за счет подбора в атаке. Ну, они забили больше, чем мы, к сожалению. Я думаю, в этом проблема. Антон, привет! Твои ребята ведут, ты рад? Да, рад. Но опять-таки, пока играет Wild Kangaroos против Wild Kangaroos. Как только прекратим играть с собой в кошки-мышки, я думаю, игра обретет более какой-то целостный рисунок. Слушай, вот твои ребята в конце второй четверти начали трехи забрасывать. У вас сегодня такая тактика, на периметре больше играть? Нет, у нас тактика все время одна и та же. Мы играем, каждый имеет право на свободный бросок и ритмия с быстрым переходом. Просто мы очень пока не реализуем. Мы не забьем сами отрыв, получим два в ответ. Не забьем трешку, получим два плюс один. Причем в простой ситуации, где на самом деле дарим сопернику очки, потому что у нас как-то более органично получается, на мой взгляд, пока выход из атаки. Ладно, окей. Какой твой любимый тренер? Тренер? Блин, ну, я думаю, тут без вариантов Грег Попович, который может сделать из игроков. Мне в целом нравятся более защитные пятерки. Можно вспомнить тот же Detroit Bad Boys. То есть команды, которые умели защищаться. Олдскульная Чикаго. Для меня защита, наверное, на первую очередь. То, что пока не успели поставить кенгуру, к сожалению. Слушай, вот у ребят же тренировки есть, правильно я понимаю? А ты приходишь на эти тренировки? Какие комбинации вы тренируете? Самые замудренные есть? Ты, может, посмотрел НБА, понравилось что-то? Нет, все проще. Есть некоторые комбинации, которые, да, подсмотрены, как бы, но эти комбинации нужны против, скорее, зонной защиты, да. То есть против личной. Это более простые комбинации, которые тренируются даже у детей. Ну, вы их сегодня видите, те же рога изоляции. То есть более такой студенческий баскетбол. То есть под заслом, под изоляцию, индивидуальное мастерство одного игрока. Слушай, мои коллеги по спортсцентру, Антон Сколовский и Андрей Попруга, сказали, что тут делаются ставки на матчи. Я не знала, это же у меня открытие. Ты про это слышал? Нет, честно, это справится. То есть ты поэтому так хочешь объяснить наш процент попадания с игры, да? Нет, честно, первый раз слышал именно про нашу лигу. Это первый раз слышал. А мне, вот я вот брала интервью у Вице Прокопчика из Вабанка, они играли, перед этим игра у них была. Он сказал, что они специально проигрывают, чтобы цены коэффициент набить. У нас есть цель, у нас есть цель плей-офф, и мы будем к этой цели стремиться идти. Все, удачи тебе, Николай, спасибо. Матч Дэв Минский и БПС Бирбанк. Дэв Минск продолжает выигрывать и парни в форме с орнаментом, не стали помехой. Евгений Лянко, который все-таки не является централным стак-левелом, а чисельца в ростах Дэв, приводит свою команду к еще одной победе. Дебютный матч БПС Бирбанк вышел не таким ярким, как предполагалось, но ведь это еще начало сезона. Играть тяжело, но спасибо за дебют. Очень, конечно, тяжело, команда у нас молодая, сыгранности нет, но первый год участия, думаю, что у нас впереди. Отдадим должное сопернику, очень хорошая команда, сыгранные ребята, видно, что они первый год играют. Надеюсь, что в дальнейшем у нас будут лучшие результаты и все еще впереди. Парни из Лиды приехали побеждать, но что делать, если палачане приехали именно за тем же? Естественно, ждать крутой баскетбол. Даже несколько неспортивных полов не испортили впечатление от того, что происходило на площадке. Бокополос уверенно штурмовал защиту и пальцов своих соперников. Дима Махнач и Валидские Львы проснулись во второй половине игры и держали в напряжении своих оппонентов до последних секунд матча. Лиде не хватило совсем чуть-чуть, чтобы выиграть, а Парни отмечает вторую победу. Мы немножко не сыграны были первую-вторую четверть. Дали начало. Нужно было стараться с первой четвертью. Мы начали только уже сначала третьей, но не хватило нас. Надо было гонять мяч, потому что противник стоял зоной и нужно было разбрасывать. Спасибо за просмотр. Продолжение следует... Маланка Бурст. Безусловно, на площадке играли две равные команды. Бурст обзавелся тренером из Сириуса, действием командой руководила Заревич. Маланка в этой игре была без Николая Бузлякова. Но это не помешало баскетболистам в черных джерси нервировать своего соперника быстрыми атаками. Однако проснулась Маланка во второй половине, как в прошлой игре команда из Лиды. Буст уже создал себе комфортный отрыв, который было тяжело разорвать за оставшиеся две четверти. Даже таким преимуществом игроки Буст не воспользовались сполна. В финальной четверти Маланка решила вернуться, но выиграла только эту четверть. В итоге в 50-65 Маланка начинает повторять прошлогодний сезон и первая победа для Буста. Маланка 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 Здесь не стоит рассыпаться фразами, кто был лучше, а кто хуже. Нужно просто посмотреть такой классный матч. И спойлер, пингвины сделали что-то очень крутое в концовке матча. Потому что мы очень хорошо знаем друг друга. То есть и ребята вместе играли друг с другом, и знакомые команды. Поэтому мы знаем, как они играют, они знают, как мы играем. Поэтому игра получилась, ну я считаю, прекрасная игра для первого матча МВЛ. То есть всем было интересно, в том числе и зрителям, я думаю. В первую очередь хочу поздравить всех любителей, игроков баскетбола, МВЛ, судей, организаторов с началом сезона. Очень-очень ждали этого сезона. Выиграли, наверное, за счет удачи, наверное, морально-волевых. Нам просто повезло в данном случае. Вот и все. Игра замечательная, фаворит, классная команда. Спасибо им большое. Последняя игра в 8 октября состоялась между Адани и Аматор. У двух команд уже было по одной победе в сезоне, а Адани показали мощный старт и отличный губ в прошлый уикенд. Такого же опереждали в этот раз, но Аматор и совсем другая команда, чем Заславль. И похоже, что такого не ожидали ядерщики. По-прежнему много борьбы и плотный баскетбол. Как говорят, нападение выигрывает матч, а защита выигрывает титул. Что ж, третий дивизион в этом году будет очень интересный. Не бывает простых игр на самом деле. Команда немножко полегче, чем Заславль. Начало немножко просадили. В общем, тактика взяла свое, подготовка сработала. Неплохая игра, очень хорошая команда, сильная. Было интересно. Игра пошла на ура. Ну, мы как-нибудь проиграли, но ничего страшного. Мы все равно гордимся своей игрой, своей командой, своим коучем и, как всегда, капитаном. Всем счастья, любви и здоровья. Мы старались, старались, по крайней мере. Ну, очень много было своих ошибок, но мы старались. Команда достаточно сильная, но мы тоже, как бы, не лыком шето, но старались. Продолжение следует...